Основная задача Постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя сегодня бюджетный контроль. Об этом сообщила председатель комитета Татьяна Михайловна Щербакова в среду на брифинге для журналистов. При формировании бюджета на 2016 год не должно быть проблем с выплатой зарплаты бюджетникам и оказанием социальной поддержки, которые возникли в этом году. Депутаты Заксобрания указывают на причины их возникновения. В частности, запросы распорядителей бюджетных средств в социальной сфере не были учтены правительством Севастополя. По словам депутата, эффективных финансово-экономических структур в отраслевых управлениях и департаментах не было в прошлом году, нет и сейчас. Нет и некому выполнять эту работу. Кадры меняются, кадры увольняются. Системная работа по формированию финансовых органов, к сожалению, не проводится. Депутат утверждает, что интересы федеральных ведомств ставились выше, чем горожан Севастополя. Из-за этого в конце следующего года сложилась экономия бюджетного фонда на сумму 1 миллиарда 200 миллионов рублей. А с другой стороны, отказ сотрудникам выплачивать компенсации за неиспользованный отпуск, если учреждения, где работали эти люди, ликвидировались. А вы знаете, таких было немало, особенно в социальной сфере. Отсутствие денег, по крайней мере, декларации отсутствия средств на многомиллионные долги по выплатам зарплат. Контролирующие функции депутатов иногда препятствуют профильные департаменты. Что касается департамента образования, здесь большой вопрос. Дело все в том, что системную информацию я получала до апреля в месяц. В дальнейшем получение информации вызывало определенные сложности, затягивалось. Структуры департамента, к сожалению, я не имею до сих пор. В работе Комитета по социально-гуманитарным вопросам сейчас находится шесть законодательных актов. В их числе и закон о государственно-частном партнерстве, распространенный в форме сотрудничества России. Он будет принят в ближайшей перспективе. Практически представители всех регионов, с которыми я говорила, говорят о том, что, допустим, проблему с детскими садами им удалось решить только с использованием государственно-частного партнерства. Продолжение следует...